В рамках национального проекта образования в Краснодарском крае проходит реализация мероприятий проекта «Современная школа», разработанного на период до 2024 года. Для участия в проекте на Кубани определены 153 школы, в их числе три в Славянском районе. Это школы номер 20 поселка Забойского, номер 25 станицы Анастасиевской и номер 29 станицы Петровской, на базе которых созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Что изменится с приходом цифровых технологий в отдаленные сельские школы, смотрите в первом материале выпуска. Класс после занятий превращается в коворкинг-центр, шахматная гостиная и медиазонная. А на уроке информатики и технологии можно запустить квадрокоптер или распечатать 3D-модель. Ещё несколько лет назад лишь учащиеся самых продвинутых городских школ могли похвастаться тем, что получают образование именно так. А сегодня технологии будущего идут в сельские школы. В рамках нацпроекта образования по всей стране в сельской местности открылись более 2000 центров цифрового и гуманитарного развития детей «Точка роста», дающие возможность учиться в ногу со временем, а где-то и опережать его. Благодаря этому центру дети получат возможность развиваться, строить проектную деятельность, использовать современные оборудования, технологии, включая новые программы в рамках технологии, в рамках ОБЖ и, конечно же, информатики. Удаленные сельские школы получают возможность заниматься детьми в таких великолепных, красивых помещениях и с таким современным оборудованием. Это, конечно же, будет толчком для развития и возможность детям получать интересное образование. Свои точки роста появились и в Славянском районе. Открытие образовательных центров в трех сельских школах прошло в торжественной обстановке с участием учеников, педагогов, родителей. В школе номер 20 поселка Забойского на открытие центра побывал глава Славянского района Роман Синеговский и глава Забойского сельского поселения Александр Крудько. По поручению президента во всей стране реализуются национальные проекты. Не стал исключением Иславянский район. И вот точка роста, о которой сейчас идет речь, это как раз часть нашего национального проекта. Вот благодаря, наверное, руководству школы, благодаря поддержке губернатора Кубани Венина Ивановича Кондратьева, в вашей школе открывается точка роста, где направлено все для того, чтобы вы занимались образованием, воспитанием. Цель – это прежде всего получить дополнительное образование, чтобы быть конкурентными в этом изменяющемся мире. Нашему поселению, конкретно вашей школе, нашей школе, очень повезло, потому что только в трех школах нашего района такая вот программа «Точка роста», где вы действительно сможете развиваться намного быстрее, лучше и, соответственно, получать хорошее образование, поступать в хорошие вузы и, конечно же, возвращаться домой. Сейчас домой, где вас ждут, где нужны специалисты, вот, хорошие. Поэтому всего вам самого хорошего. Директор школы Анна Шевцова отметила, что создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей – очень важное событие для учеников. Занятия в центре уже начались. Точка роста станет для ребят надежным стартом к получению качественных знаний, которые востребованы в современной жизни. Благодаря нацпроекту школьники получили уникальную образовательную базу в кабинетах технологии, ОБЖ, информатике, соответствующую всем современным стандартам. Для занятий было приобретено специальное оборудование для изучения механики, основ технического программирования, робототехники. Робот простой, да, собран детьми. Там всего лишь один двигатель, поэтому мы можем запрограммировать его определенным движением, ну, туда-назад. То есть мы разворачиваем двигатель влево-вправо, и из-за этого у нас идет движение в разные стороны. Современный мультимедийный экран, тренажеры для обучения методики оказания первой медицинской помощи пострадавшему в экстренной ситуации и многое другое позволят сельским школьникам получать качественное основное и дополнительное образование. Оборудование, поступившее в рамках курса ОБЖ, первая помощь, уже сразу бросается в глаза, что это шикарно. Мы очень давно мечтали об этом. Этот тренажер предназначен для искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца тоже самое. Кроме этого, оборудован специальный учебный кабинет для занятий проектной деятельностью. Здесь ребята смогут готовить и защищать свои научные проекты по темам безопасности жизнедеятельности, развития техники, цифровым технологиям, информатики. Точки роста также были открыты в школах номер 29 станицы Петровской и номер 25 станицы Анастасиевской. В них смогут получать качественное образование не только учащиеся этих трех образовательных учреждений, но и ребята из других сельских школ. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».